Президент России Владимир Путин накануне огласил послание Федеральному собранию. Мероприятие прошло в гостином дворе в Москве. Послание стало первым с момента начала спецоперации. Традиционно на мероприятие были приглашены члены кабинет министров, депутаты и сенаторы, общественные деятели. Глава государства рассказал о текущих вызовах и будущих победах, ради которых должна жить и трудиться страна. Упомянул о переменах в экономике и угрозе ядерного конфликта. Я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время. В период кардинальных, необратимых перемен во всем мире. Важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа. Когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность. Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи. Также Путин дал оценку специальной военной операции, особо затронул темы поддержки бойцов. Так он предложил создать государственный фонд, задачей которого станет адресная помощь семьям погибших бойцов. Фонд будет координировать предоставление соцподдержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения, помогать в повышении квалификации и получении новой профессии. За каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён свой персональный социальный работник – координатор. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России. Кроме того, глава государства предложил установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи.